Особое мнение на 101FM Хорошая погода Что в России снова предлагают изменить количество рабочих дней на неделю Представляете? Вот недавно предлагали, давайте сокращать будем до 4 дней Потому что люди отдохнуть якобы не успевают А тут еще летний сезон, огороды, дача и так далее А вот сегодня некая ассоциация предпринимателей Обратилась в Минтруд с просьбой Увеличить до 6 дней рабочую неделю Якобы сейчас российская экономика Не самые легкие времена переживает Импортозамещение нужно Голов не исчез Поэтому глубоко и далеко У нас отдельные предприниматели хотят Использовать труд Подневольных Честных россиян А как вы, кстати, относитесь к этим Перепетиям по поводу Увеличения или сокращения Количества праздничных дней В январе Давайте там уберем в майские праздники Мне очень удобно Я отдыхаю в январе У меня большая часть отпуска январь Поэтому мне очень даже нравится Вас устраивает 10-9 дней новогодних каникул Я Новый год Новогодние каникулы себе устраиваю всегда Юрий Леонидович, давайте с депутатской работой начнем Что сейчас на стыке весны и лета Интересует в первую очередь В вашем округе людей Это заречная часть города, напоминаю Вот тут недавно было сообщение о том, что На прошлой неделе, по-моему У нас мост ремонтировался Мост ремонтировался Павел Докорчагин, на 208 И надо сказать, что вот я впервые увидел Как правильно организовано рабочее место Хочу всем порекомендовать Я не помню, как организация называется Это не реклама, чтобы вы понимали Просто как пример Подрядчик вы имеете в виду, который непосредственно занимается? Да, подрядчик спецвтрой, кажется, если не ошибаюсь Вот организация движения, так как там реверсивное движение Я считаю, что впервые я увидел так хорошо организовывание Во-первых, они ушли от ручного регулирования Стоят автоматические светофоры Разметка вся нанесена Ну, очень хорошо подошли к этому вопросу Вопросы безопасности повышаются Да, в первую очередь Потому что мост будет пополам практически ремонтироваться Надо сказать, что в этот раз при этом ремонте будет увеличена ширина пешеходной части Ну, а там вообще строй, будем говорить, вышло Заменены ограждения То есть будет нормальный, хороший ремонт А те мосты в округе, которые еще тоже надо не отремонтировать Это в районе реки Сандаловки, на Субботиху Они уже прошли обследование Проектная экспертиза проведена И на государственную экспертизу переданы сметы и самая документация Вообще в Заречной части много мостов, да? И маленьких, и больших таких И люди жаловались традиционно И остается теперь только финансирование на эти мосты Получите, и тогда будет сделан ремонт Ну, что касается моста на Павла Карачагина Я смотрю, там почти 40 миллионов рублей, да? Ремонт его обойдется Вот те мосты, которые надо еще ремонтировать Там цифры побольше еще Ну, они в более худшем состоянии, чем мост на Павла Карачагина Почему не уделяли в последнее время именно мостам внимания? Ну, видите, раньше в БКД это не попадало Если вы помните, когда начинали с БКД Тротуары нельзя было делать В рамках программы 17-й, 16-й еще год Да, вот тогда и люки включать нельзя было Очень много было проблем Сейчас улица Труда уже который раз переделывается с люками Ну, вот на следующий год, наверное, уже по программе Произойдет замена на плавающие люки Так как по правилам благоустройства это обязаны делать Не все идут Вот очень плохо в этом вопросе наш Т-плюс работает И вообще по организации рабочего места По безопасности, хочу сказать, это очень отвратительно К сожалению, сейчас нельзя проводить проверки В связи с определенными постановлениями Да, но если вы посмотрите, то места работы практически на 90% не имеют светового ограждения в ночное время Не могу подтвердить или опровергнуть Ночью предпочитаю спать, конечно Ну, в вечернее время, по крайней мере же И очень много таких мест, где ограждение или ленточкой сделано просто Ну, это, слава богу, не на проезжей части Обозначено там чисто только Да, чисто обозначено А где это касается проезжей части, к сожалению, светового ограждения нет Ну, согласен с вами, да Это очень плохо, и ГБДД меры не предпринимает Как и администрация нашего славного города Тоже в этом вопросе не работает У нас же, к сожалению, бывают в городе случаи, когда Ну, у нас падает Жители попадают в эти ямы раскопанные Помню, на юго-западе мужчина беденький в своем дворе два раза в кипяток попадал Такое тоже было позапрошлым годом Ужасная ситуация Потому что меняли место расположения раскопки, не ограждая И вот в темное время суток попал два раза туда, куда не надо попадать Ну, у нас летальные случаи, к сожалению Да, и такое тоже было Да, бывали Ну, вот я смотрю, по срокам окончания работы моста на Павла Карачагина Это конец октября Да До конца октября должны сделать Так, а чем еще занят депутат Шлемензон в последнее время? Ну, наша развязка с круговым движением в Каре Подходит к своей финальной стадии Там есть некие огрехи, которые надо устранять Заужение тротуара в зоне фонаря В фонарях там как-то так сделано Хотя по проекту Но проект, видать, не правильно И есть вопрос по нахождению остановочного павильона Он ближе к 45 метров Которое по стипам должно быть По нормативам, да? По нормативам, да Напомните эту историю Почему так надолго затянулась вся эта история? Нет, она не затянулась Это были такие сроки, сразу указаны Да Она делалась реконструкция в два этапа Просто я помню, первый контракт был разыгран Определен подрядчик, потом это все свернули, отменили, нет? Или не было такого? Нет, ничего не было Там просто была изменена проектная документация В целом была изменена Потому что предыдущая не предусматривала тротуары, светофорные объекты и все остальное Все она была сделана в полном объеме Прошла государственная экспертиза И она реально должна была сделать два этапа То есть пока нарушения никаких сроков нет Недавно мы общались со специалистом УДПИ Которые отвечают за озеленение В том числе и эти вопросы У нас проблема больше с качеством Мы уже улицей проезжей Ну, дамбой так называемой Занимаемся который год? Второй И этот ремонт картами, он, конечно, проводится В прошлом году он сделан был очень частично В этом году, вы видите, что уже в апреле были проведены работы Но, как я считаю, это в недостаточном объеме Надо перекрывать намного большие площади И участок дороги, который уже идет от церкви до переезда Он вообще не сделал Хотя должны были Ну, я думаю, по моим понятиям, да Как прошла экспертиза, я, к сожалению, документов не увидел У нас же было обследование по всему городу И большая беда в том, что есть часть улиц, которые имеют нарушения нормативные Но они не попали, как бы, в эту оценку В связи с тем, что гарантийный срок закончился Да, вот я хотел спросить, это улица, дорога-то она на гарантии? Это еще гарантия Есть ряд улиц, это на Красном Химике, улица Красного Химика, Красная Звезда Улица 63-я в ЛКСМ Они в этих судебных все спорах, разборках между службами Выскочили из гарантийного срока И сейчас это придется делать за счет Муниципальных советств Конечно, за счет работ по содержанию Я напомню, что Юрий Львович еще и является членом группы общественного контроля За ремонтом и содержанием дорог Администрация нам ранее гарантийный ремонт обещала провести повсеместно Первому июня Первому июня, так Как, по вашей оценке, сейчас продвигается работа? Давайте будем это комментировать после первого июня Я думаю, что будет, что комментировать Но, судя по прошлым годам, оставляло желать лучшего, конечно Ну, тогда не все попало то, что должно было попасть Сейчас более объемный, конечно, список работ Сотни объектов, на самом деле Будем контролировать Группа сейчас увеличилась даже Есть новые члены группы Так что мы проконтролируем Что касается еще дорог Тут бурный резонанс вызвало заявление, сообщение От сети-менеджера Вячеслава Николаевича Симакова О том, что сигнальные столбики на улице Воровского Будут убраны Или уже они убраны Ну, естественно, там люди в комментариях Вот, а зачем вы их вообще ставили два года назад Я вообще хочу сказать, что Это на самом деле Никак не повлияет Если бы они стояли То что, это ухудшало Безопасность? Нет, улучшало Улучшало? Конечно Так они же, как говорится, чисто декоративные Они же не препятствуют выезду на встречную полосу Визуально-то они действовали на водителей? Действовали Ну, не знаю Я сторонник вообще разделительных полос На самом-то деле В смысле, вертикальных каких-то преград? Да, конечно Потому что у нас Больше 70 всех нарушений Ну, не нарушений А приведших, в том числе, к смертельным случаям Это выезд на встречную полосу Ну, да Это традиционно возглавляет Мы не разводим потоки К сожалению И это приводит к тому, что Ну, очень резко у нас в области Еще в городе вырос детский травматизм И в преддверии каникул Надо попросить, чтобы все родители Дополнительно Ну, и учителя Поработали с детьми Потому что у нас просто всплеск Ну, Юрий Львович, на мой взгляд У нас дороги слишком узкие в городе Чтобы еще и какие-то барьеры Ну, вы знаете, есть достаточно много в мире городов Где очень узкие улицы Да Число транспорта у нас увеличивается с каждым годом Ну, в тех странах тоже с транспортом Как-то так Немало его Но вопросы безопасности все же Как-то на другом уровне стоят Еще большое внимание Тут и большое польза Большое значение для микрорайона ДСК в тестовом режиме Начала работу обновленная взрослая поликлиника номер два Да, там в чем суть вопроса заключалась? Деньги не могли долгое время найти? Нет, ну, первое Если вы помните Я еще Когда были выборы Предыдущего шестого созыва Я себе в программу действия О организации Такого дополнительного пункта Потому что население В пятой городской больнице Гнусино это очень далеко И вообще И речь стояла еще о процедурном кабинете Занимались этим вопросом КСМ пошел к нам на встречу И на торфяной 7 было сделано Помещение Соответствующего лицензионного вида Но правительство Кировской области При этом подписав ранее документы о том Что они все это берут Они отказались от этого помещения Как так? Ну, надо было платить аренду Или выкупать Подарком это в то время КРТ же не существовало И отказались Потом с трудом Вот уже после выборов Седьмой созыв Было найдено помещение Были проблемы с подключением К теплу К коммуникациям Но этот вопрос помог решить А так бы это сроки были Примерно август 23-го года Ну, сложились Все поработали Ц.О.Марк Ленович Тоже принял большое участие В организации Как депутат Областного законодательного собрания Да, областного законодательного собрания Ну, и вот Совместными усилиями Получилось ее запустить Сейчас там будут работать Четыре терапевта Процедурный кабинет Я думаю, что еще будет расширен комплекс Это помещение, территория позволяет Да, там запустить Да, очень хорошо получилось Помещение Новых специалистов Сейчас произойдет еще Благоустройство территории вокруг Ну, это большой подарок Для жителей На днях Ну, это все сделано По наказам избирателей По наказам избирателей Из фонда депутатского Нет, нет, нет Это делало Министерство здравоохранения А, ясно Мы свой вклад Другим способом Уносили депутаты Тут не так давно Вячеслав Николаевич Сообщал о том Что у него была Командировка в Пензу Где он изучал опыт Уличного освещения Как там организовано В заречной части Ведь у нас с освещением Тоже далеко не все в порядке Ну, у нас, слава богу Как эти вопросы собираетесь решать А вы что, не знаете Как это решается Нет? Просветите, пожалуйста Я уже, будучи у вас Просвещал Значит Как вы помните Благодаря стараниям депутатов В том числе Вашего гостя Была создана программа По ремонту Грунтовых дорог Да Которая уже Несет второй Трехлетний цикл И успешно Выполняется Может объемы Богожелательно увеличить То она выполняется После этого Когда мы понимали Что с освещением У нас в городе Беда Беда Вот Была создана Новая программа Я назвал Электрификация Нашего города По освещенности События Сто лет недавности Напоминаю Да Она создавалась Не очень просто Потому что Когда я собрал сведения О тех участках Всего города Где надо освещать И администрация Это делала параллельно У нас разница Составила примерно 47% Но благодаря тому Что у меня были Существенная разница Выверенные списки Все это было включено И сейчас существует Городская программа С финансированием Что самое главное Ну это как ремонт дорог И она работает И достаточно успешно Я уже успел Ряд улиц Ну не я Город конечно Сделал При вашем участии Так скажем Да Мы наработаем Над этим вопросом Я думаю Что у нас даже получше Чем ли Самый Сложный Проблем Самый большой объем Это Ленинский район На самом деле Загородная часть Ну большая площадь Сельских территорий Да Там очень С этим делом Нехорошо Ну у нас тоже В районе есть Но Мы с этим успешно боремся Как вообще процедурно Это выглядит Вот люди понимают Там мучаются Что нет освещения К кому обращаться Куда идти Ну можно В территорию правления Непосредственно К депутатам Обращаться К депутату своему Депутаты отправляют Соответствующие Ну я же говорю Что благодаря тому Что депутаты Давали наказы Администрации Города Существует уже план Мы с ним Я не знаю Где ознакомиться Правда можно Я видел его Я знаю Мы принимали Потому что Финансирование Этого существует И есть Уже на несколько лет Вперед Понятен график Тех улиц Которые будут Где будут Проводиться Уличное освещение У нас же еще есть Проблема Как вы помните Само Освещение Там где оно Существует Потому что Проблема Зачистки Пространства Фонарей От веток Она активно Я помню Вы говорили об этом Да Еще надо мыть Фонари Потому что Налет Который возникает В период эксплуатации Снижает освещенность На 30-40% Я помню Вы даже Указывали на конкретную установку Которая могла бы Позволить мыть Ну пока она не появилась К сожалению Говорят что Это неэффективно Но другого Кроме того что придумал депутат К сожалению Никто ничего не придумывает То есть Вопрос Мы этот Держим на контроле И на На одном из заседаний Нашей комиссии По благоустройству И мы будем еще раз Рассмотреть Вопрос поручено Нам доложить Что будет в этом В этой части Администрация города Делать То есть вы продолжите Все таки наставить На том что необходимо Осуществлять Мой Ну да Уличных светильников Корпуса Если есть такие Лишние деньги Я не знаю Каким способом Но это надо делать Потому что Проверка Которая проводила ГБДД По освещенности Пешеходных переходов Особенно У детских Учреждений Школы Она От норматива Далека Далека Да И большой процент Надо сказать Ну давайте Мы же знаем Что переходное время Там весна Осень Осень весна Когда темно Влажно И не видно Реально Но есть еще Другие способы Конечно Вот в этом году Я поднимал вопрос Но пока Отреагировало Министерство транспорта Области О том что Отражающие поверхности Для детей Носить наверх Световозвращающие элементы Да Это дает эффект Во многих регионах Это сделано За счет бюджета Даже Ну по правилам Пешеход должен быть С ними Вне населенных Вне населенных Да Поэтому мы не могли Сделать постановление Городское Хотя было большое желание В некоторых регионах Это сделано На самом деле Это что будут Раздавать будут Детишкам Или что Да За бюджетный счет Вот эти световозвращатели Да Это будут что Жилеточки Или отдельные элементы Нет Это отдельные элементы Отдельные элементы Фликеры Это называемые Да Фликеры На одежду Нашиваются Это достаточно эффективно Хотя Много уже детская одежда Есть Фликерами И обувь даже есть Но это эффективно Давайте еще Вся Белоруссия так ходит Давайте еще Про благоустройство Поговорим Про состояние города Вот в этом году Весной очень много Критики конечно Но она заслуженная критика И тут кадровые решения Приняты Да Ну Я насчет кадровых решений Давайте не буду Комментировать Это Я Вот оставим Кадровые решения Пусть Чиновники В администрации Делают свою работу Решают свою работу Это их прерогатива Как бы Но то что Вы разделяете эту критику Да конечно Разделяю Многие ведь говорят Ищут о том Что в этом году Ну вот Прям какая-то беда По сравнению С предыдущими годами Не такая уже беда Это неправда Нет Конечно Потому что объемы Вывезенного снега Там превышали Все Предыдущие Времена Финансирование Там еще добавляли Финансирование Немножко Намножко добавлено Да Все дело Как я еще раз возвращаюсь К линейному контролю Так Он практически Отсутствует А то что сейчас Проведена Очередная реорганизация И система контроля От Самой администрации Передана В первое управление Которое на земле живет Может это увеличится Штатами Даже Подождите О чем речь идет Что же В чем суть изменений Отдел контроля В городской администрации Был Который создан Был при Шульгине Который не имел Даже компьютеров Для работы Вначале Потом депутаты Зачем им компьютеры Если им нужно быть Все время в полях На земле Смотреть Как там Нет Работа же есть Даже планы писать Рисовать Все это Нет Так не бывает Сейчас вы представляете Человек без компьютера Нет Ну трудно представить Но где-нибудь В деревне В отдаленной Они не земляков Вы не путаете Не земляков Другая немножко Организация работы Да Сейчас это По решению Главы администрации Передано все В территориальное управление Со штатами Со всеми единицами Это Я считаю Что это хорошее решение Правильно Раньше так это и было Но теперь надо будет Смотреть Как они будут Эффективно работать Потому что мы видим А в чем их задача Стоять над душой У этих уборщиков Совершенно верно Да Прямо Конечно Находиться и указывать Конечно А ну-ка еще тут Метло сделайте еще один Ну если у нас в ГДМС Полтора Как-то называемых Сменных мастеров Или в автодоре Которые занимаются Вы понимаете Выезжают сотрудники На территорию И они бесконтрольные Слушайте Ну наверное Ну GPS навигатор Показывает Что он проехал Или не проехал Он может щетку Прижать к бордюру Да Где ссор Надо сметать Или я же останавливал Автомобиль На октябре Который ехает В 40 сантиметрах Или 50 Я его спрашиваю Ты что так едешь Так щетка сломается Говорю Так она рассчитана Что она не сломается Она гибкая Она должна огибать Эти все неровности Да Она огибает И реально Если мы видим Что Идут работа Щеток А вода не льется Это ведь ненормально 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 Кто-то должен За этим следить Конечно Ну не глава Симаков же Хотя по городу Много перемещается Да Но уже не может Все автомобили Видеть как работают Посмотреть Как где Что именно Слушайте Работы мечты Задачи такие Контроля нет Контроля нет В этом беда И с дорожным строительством То же самое То же самое Мы же Почему происходит Там выщелачивание На таких огромных участках У нас дело Лаборатории в городе Типа независимый Всех хочет Подождите Мы еще недавно Говорили о том Что независимый У нас нет лаборатории А вы сейчас пошутили Это в кавычках Да А в автодоре Другая УГД мастер На нижний вон Друг на другая Понятно что делать Да А когда Была бы Если бы независимый Экспертизм Да Если бы нарушение Технологии Ну это же технологические Нарушения Швы разбегаются От чего Есть технологические Нарушения Если Битум который идет На верхний слой Надо полимер И материал добавлять Чтобы Держалось Добавляет Некоторые организации У нас Крошку Сцепление Да лучше Но материал Не сохраняется Вы посмотрите Сколько у нас Этих проплешин На московской На Октябрьском проспекте А колейность какая Руль выпрыгивает У людей Ну это же не нормально Что опять таки Провоцирует Дорожно-транспортное Совершенно верно Происшествие Еще то на ваш взгляд Есть предпосылки Для того чтобы Ситуация с уборкой города Улучшилась В конце концов Или так уже нам Не стоит и надеяться На то чтобы Не знаю там Пожить в таких условиях Как в Москве Все зависит от руководителей От руководителя Ничего больше Это уже не финансовый вопрос Если раньше мы Ссылались на то Что даст Ну там глубочайшая Нехватка средств Нет конечно Больше денег Это всегда лучше Но надо же еще Эффективно их использовать А когда это все идет Бесконтрольно Но кто мешает Вовремя косить траву Мы чего ждем Чтоб она полметра была Вот въезжаем Со стороны аэропорта В город Киров Посмотрите Что по сторонам делается Прошли газовики Там очень хорошее дело Газификацию проверили А как Поверхность В каком состоянии Да кстати люди тоже Это затрагивают тему В социальных сетях пишут На округе пришлось После газовиков Которые в прошлом году Работали Попросить Чтобы привели Нужное состояние Это вообще входит в их задачу Конечно В восстановление Конечно В восстановлении Это обязательно все Предусматривается Что газовики Что теплосети Там работают Они должны восстановить Все В том виде В каком было Ведь никто не мешает Косить траву вовремя Чем мы ждем Когда метр вырастет Я напомню Это все К чему мы возвращаемся К контролю Контролю Я напомню Что мы беседуем С Юрием Шлемензоном Депутатом Кировской городской думы У нас две минуты До рекламной паузы Все таки хотел бы Начать тему Антиалкогольных мер Те новшества Которые вступили в силу С первого марта Вы участвовали В заседании недавнем Депутатов Где коллективно признали Что мягко говоря Что-то пошло не так Областного законодательного собрания Вводили в горячки Непонятную эту схему Вы у себя на округе почувствовали Что переориентация пошла В эти магазины формата 24 часа Она и так была Повышенная Мы с органами УВД с этим делом боролись Но есть просто не объективные решения Особенно меня Даже, будешь сказать, возмущает О том, что помещения, которые были переведены в нежилые Запрещена торговля Ну как 20 лет назад без дисплей Это же бизнес Разве можно с предпринимателями так обращаться Вот он выстроил бизнес Он у него есть Ему говорят, парень, давай сегодня не будешь больше заниматься Переходи на торговлю колготками или шнурками У нас же не нормально Ну мы ждем Вообще этот подход Он совершенно Неэффективный, не объективный Там, если мы говорим по возрасту продажи И многие смеются Я знаю, что во многих странах мира с 21 года Это вы уже про федеральную инициативу имеете в виду? Это нормальная инициатива Да Ну давайте пойдем Есть страны, где все магазины выведены за черту города Такое тоже есть Но это в России реально? Нереально Давайте продолжим эту тему уже после небольшой рекламной паузы Как это скажете? Да, Юрий Шлемензон Через полторы минуты мы вернемся к беседе Особое мнение на 101FM Целый ряд же там у нас, да? У меня придумал Новых антиалкогольных уничтожений Они же на работу ходят, им надо придумывать В том числе и время хотят скорректировать Не с 8 до 11, как сейчас продавать в розницу А с 11 до 8 вечера Это очень кардинально изменит ситуацию Ну помните, у нас же региональный парламент Не так давно с 10 до 8 Они же это изучали Раз региональный парламент принял такое решение Значит, это верно Все же с избирателями обсуждалось многократно Давайте про пешеходную спаску и поговорим У нас накануне были выходные Это уже вторые выходные Когда там пешее движение было организовано Расскажите о своих эмоциях, впечатлениях Ну, я хочу сказать, что пешеходная улица это хорошо Постулат номер один, да? Так как она организована Мне не все нравится в этом вопросе Так, что именно? Значит, я побывал, конечно, наверное Ну, то, что сотня городов, где есть пешеходные улицы в мире Наверное, может побольше, да? Я вижу дикие нюансы, которые можно было предусмотреть И не создавать проблемы жителям Ну, например? Во-первых, все перпендикулярные улицы нет смысла перекрывать Надо блоки поставить на пешеходные улицы А по другим улицам, типа Свободы, Володарского Движение открыть Это никак на безопасность не повлияет То есть, чтобы пересекали с Пасхой Да, пересекали с Пасхой, конечно Спокойно пересекали И патруль ДПС не нужен тут контролировать Не нужен никакой, потому что это во всех Ну, я не знаю, я могу назвать десятки сотен городов Где есть регулярное движение пешеходной улицы И никто не... Не возникает никаких проблем Во-первых, пешеходная улица, это улица постоянная Вот улица, как сделала у нас Пасха И такое я тоже видел Это улица ярмарочного дня, так называемые Они могут быть по средам, могут быть в субботу Могут быть в воскресенье Но обычно пешеходные улицы, это улицы постоянного По... Это мое внутреннее впечатление Ну, я понимаю, это же ваше особое мнение, конечно Конечно, вот по мне, так улица Московская перспективнее в развитии В чем она выигрывает, на ваш взгляд? Потому что участок улицы с Пасхой от свободы до Ленина Его не развить, это банк, ну и там другие заведения Там не появится ничего, ни выставочный зал, ни кафетерий Там ничего не появится И перспективы появления нет А временные какие-то, возможно, там сооружения, не знаю А вы... За счет озеленения там украсить А зимой-то вы считаете, что пешеходную улицу надо закрывать? Так нет, я считаю, что если мы уж развзялись за этот проект Он должен быть круглогодичным, должен быть Не будет там на этом участке ничего сделано И сейчас, если вы смотрите, то скопление населения в верхней части улицы А в нижней-то практически нет Там, да, там проводят некие действия, детей собирают Но это... там даже этих павильончиков-то торгующих нет Практически Уже минус, да? Уже минус, да И она как-то вообще московская, по моему взгляду Я не собираюсь спорить с теми, кто предлагал другую улицу Но она перспективнее Она вот для меня, она визуально даже комфортнее Но там больше... Московская? Московская, там больше предприятий Так называемого общепита Для чего делается пешеходная улица? Чтобы люди заходили в заведения Чтобы людей притормозить, извините, таким коммерческим языком выражаясь Чтобы они зашли, заплатили, оставили свои деньги И вот есть масса городов, где, например, кафе прямо на тротуаре И через кафе народ идет по тротуару И он намного уже, чем у нас на улице с Паской Прямо через кафе проходит народ Никого не смущает Тут люди кушают, едят Здесь пешеходы ходят Ничего страшного в этом нет Слушайте, у меня сейчас мысль возникла А давайте постараемся как-то вот Одни выходные на Спасской проведем, а другие выходные на Московской И посмотрим, и сравним Насколько это будет разниться, может быть Главное, я считаю, что надо убрать перекрытие перпендикулярно улице Остальное время покажет Да, делать какие-то выводы через одну-две недели совершенно нельзя Надо поработать 2-3 года Говорят, что место намоленное было Ну да, я понимаю В смысле изменение взгляда вообще Роли улицы с Паской Если вот после первых выходных ко мне даже были обращения о том Что работали очень громко колонки И население, ну, жители там Домов были В этот раз было вроде бы так потише Как-то так, ну, комфортнее, видать Ну, после этих выходных не было обращений А после первых выходных были обращения жителей О том, что Да, как бы не нарушался Громкий звук им доставал Да, ну, да Потому что в течение целого дня колонки работали Это доставало Хотя это бывает и в других городах Типа Москвы Ну, в европейских городах этого шума нет Ну И мы же видим, что У нас некая специализация Пешеходная нужна улица, да В любом случае Сувенирная продукция Если бы это были Как выходные дни Ярмарочные дни Но у нас, к сожалению, нет фермеров Которые могут свою продукцию предоставить Как это нет? А сколько у нас фермеров, вы знаете, нет? Которые продают все Ну, я сужу по тем Два, поверьте мне Я сужу по тем предприятиям, которые постоянно в СМИ присутствуют Нет, в один предприятий Я о фермерах говорю То есть у которых вот Вот свое и которые есть свое производство Вот на рынках города Кирова работают два фермера Два? Да Два Не 22 Я не оговорился Два Именно фермеров Один из них, видимо, из Подосиновского района Ну, в этом раз Да, потому что нет Понятно, что Как называемые СПК Эти Имеют наши Предприятия Но они не занимаются реализацией Так Таким способом В ноябре, как выходного дня А в мире принято это Что приезжают Из Близлижайших мест Ну, это сложно У нас их нет Просто Если мы в Вежкороле Это видим, что есть работа Там в Казани Я уже не говорю Есть продукция Ну, значит, есть куда расти С другой стороны Ну, да, конечно Есть куда развиваться Да Минуту остается Юрий Львович Как вы думаете Созрел ли наш регион Для того, чтобы транспортный налог Для электромобилей отменить Вот, я так понимаю В ближайшее время Во втором чтении будут рассматривать У нас областные парламентарии Я сторонник того, чтобы отменять его О том, все разговоры Что это покупают богатые люди Ну, это досужие разговоры По крайней мере Это вклад в экологию Некий Пора думать о вечном Пора думать Конечно О том, что с нашей планетой будет Да, и насколько мы ее загрязняем Да, я сторонник того, чтобы отменить Вы пока еще лично не склоняетесь К тому, чтобы пересесть на автомобиль На электрической тяге Я бы с удовольствием пересел Пока не позволяют мне Мои финансовые ресурсы Да Соглашусь Дорогое удовольствие Пока Ну да, относительно Электрокары Хорошо Нам подсказывает, что пора уже завершать Благодарю Юрий Шлеминзон Депутат Кировской городской думы С наступающим летом всех Спасибо всем Приятного дня Безопасным Приятным Спасибо, всего доброго Всего доброго Особое мнение На 101FM